Уже в лес. А какую вы видите квалификацию? У нас квалифицирует следствие. Да, я понимаю, что следствие, но следствие не присутствовало на месте. Как это не присутствует? Слечие был на месте. В подъезде, когда он был, я со второго этажа лично, отсюда не в спину, толкала полицейского, который не хотел... Давайте так, какую вы видите квалификацию? Я не знаю юридичных законов, я не знаю... Я знаю, когда людина вскрыла замок и проникла в квартиру, я считаю, что это преступление. Да, подождите, это в квартиру. То есть 356 самоуправлений? Это про других. Сейчас, сейчас квалифицируется это самоуправство. Подождите, подождите. Те трое, это тоже самоуправство. Те трое, это которые? Это которые были в подъезде и не дошли до квартиры, которые были в армата и полиция все-таки... Это была первая плача. Это если они не дошли до квартиры. Скажите, пожалуйста, проникнение в чужое помещение, как можно квалифицировать? Стоят 162, это проникнение в помещение. В данном случае мы имеем дело там коллекторской фирмы. Есть. У них есть договор аренды, заключенный с коллекторской фирмой. То есть, ну, я вам скажу так, юридически приходят, скажем так, юридически. Я только начинаю отвечать, вы уже следующий вопрос. Только начинаешь отвечать следующий вопрос. Зачем тогда вы поставили штатив, зачем вы тогда снимаете, зачем задаете вопросы? Чтобы подготовиться на 18 мая, на 18.30, когда вы будете зветовать громаде проведенную вашу работу. Ну, мы будем зветовать, а что? Мы же не уходим от этого. Давайте по сути поговорим. Я вам просто, я вам, я долго, долго... Стоят 162, якого кодексу? Ну, как можно? Не, я же питание задаю. Криминальный? Да, да. Криминальный кодекс, 356, 162. Звучит профи выборчих, трудовых и других людей. Поправить ввод людей и граждан. Что вы спрашиваете? 162? 162. Криминальный кодекс. Хлопцы, я перепрошу. Хлопцы, но это же мы нашли. Вот давайте... Криминальный кодекс. Может, вы все спрятали? У нас есть двое... Ну, тут же написано, порушение недоторканность и жилища, ну что? Порушение недоторканность и жилища. У нас есть двое, которые были в квартире, которые порушили недоторканность и сидели в квартире. Есть еще трое, которые не cornered в нею места. Но побили ввыку и пытались п Mmf. Смотрите, побили власника, а если побито власника, сейчас у нас тут в помещении находится власник, он напишет заяву, там его действие у этих трех будет квалифицировано за статей 125. Из власника пришла заявка только про самоправление. Пока что у нас заявок нет. Потому что у человека стресс вы понимаете. Мы вам вдятнее, что вы сказали, мы за разными поговорим. И если он напишет заявку, то это справа приватного обвинувачения. Если он напишет заявку, что до притягивания этих трех, то это справа приватного обвинувачения. Ромада хочет контролювати полицию, потому что полиция не скритет в дистрибку. Детовано. Так, просто уже неможливо вас не контролювати. Вибачте, а... Давайте не будем зараз розвиватися темно. Вибачте, а как до вас вертатися и с кем мы спілкуемся? Начальник управления полиции. Винец, розвиваю. Очень приятно. Мешканка Львудского, яка бачить, и бачили больше ста осіб, которые там проживали, с векон, с улицы. Мы находились там больше трех годин, намагались допомогти. Приехали 10 патрульів полиции, которые почти ничего не делали. А кто работает? А кто работает? Трое, трое здоровенных людей. Витя, мы сейчас просто для камеры где-то все разговариваем. Давайте так, давайте так, давайте так, давайте просто мы будем, мы можем много разговаривать. У нас есть потерпевший. У меня вопрос, мы вот как громада, как санцебачевая, как санцебачевая, скажите, пожалуйста, что будет этим трем личностям, которые завтра могут прийти к ней, ко мне, так же побить меня, вот как побили они владельца квартиры. Вы просто сейчас их отпустите, как они только что выходили сюда, поулыбались и пошли оба? У меня по грошу, по грошу. Ну вот скажите, вы как начальник. Я вам скажу, как начальник, и оперируя теми законами, которые есть, мы их установим в личности, мы их опустим, и они будут сегодня отпущены. Почему? Потому что мы не можем их задержать. У нас нет законных оснований. Санкция статьи 356 самого права, санкция статьи 356 не предусматривает лишения свободы. А за то, что избили человека, тоже отпускается, да? Ну это сейчас... Санкция 25 не предусматривает лишения свободы. Так это легкие, это неправильная квалификация. Ну как же, тут же за то, что вы видите, квалификация. Квалификация, 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 квалификация. А мы не должны были квалифицировать. Квалифицировать по степени тяжести мы будем только после акта СМЭ. Правильно? Отправим подельцев на проходение следово-медицинской. А завладение шахраевским шляхом 190. А что, зачем завладение шахраевским шляхом? Так, они же теперь какие-то доверенности малили. Так, они хотели завладить цену. То еще надо довести. А что довести требования? Квартира, квартира, квартира приблана с публичных торгов. Так? Еще раз. Так? Квартира приблана с публичных торгов. Вы знаете на майновом праве? А я... А вы знаете на майновом праве? А вы знаете на майновом праве? Я согласен. Вот потому-то их действие квалифицируется как самоуправство. Есть процедура, если они... И тем более там еще в апелляционном суде, насколько я знаю, есть у потерпевших. Потерпевший выиграл апелляционную инстанцию в административном апелляционном суде. Правильно? И по этой апелляционной инстанции, по ее решению административно-апелляционного суда отменено решение нотариуса. Правильно? Что я завтра, но мы разговариваем. Мы туда же заведем. Терпан. 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 Я вам сказал. Сейчас потерпевший напишет заявление о привлечении к уголовной ответственности. Я разумею. Вы скажите, что вы сейчас... Я разумею. Ну поглядьте. Вот смотрите. Я допустим. Я допустим. Мы, действительно, по 208. Можешь, по три. Можешь, по три. Можешь, по три. Вот. Например, я же прошу тебя по три. Подиви. Зараз все, где нормально. Я не знаю. Дві години. Вони посидят. Посидят. Посидят 72 години. Мы сейчас додали предложение до наших детей. Они просто не дешевле. Они просто не дешевле. У них была громада. И... Прошки полетят. Давайте трудим. Мы написали больше 50 заяв. Больше 50 заяв. Погрожую. Уже нам по телефонам. Виловлюють нас. Дедушок на нас насилают. Мы скоро будем бояться за цей долбаной заправки. Вибачьте. Вибачьте. Боятись домой зайти. Потому что наши дети там. А это результат вашего. Они разу не будут. Надайте свои послуги в полном обсязе. Вот то, что згідно вашей статтей 2 закону полиции. То есть вы надаете послугу в сфере безпец. Так? Дарничане уже боятся, как ты скажешь. Виключно в межах закону. А теперь... А теперь, так чекайте, это не громадян, это уже злочинцы. Визначайте. Давайте будемо визначать, как ты говоришь. Так что вы, сразу заграти в тюрьму? Так не заграти, приймите каких-то соответствующих... Они должны бояться ходить на улицу, рожать людям, должны бояться. Люди, что это угрожает. А если вот так спокойно стоит в громадах, больше 100 людей, они кидаются на нас и не боятся, они дают ваших патрули, больше 5, а они кидаются. Пусть ваш коллега расскажет, как они арестовывали. Они на ваших коллег бросаются, они беззаказаны. И вы это правильно знаете? Я знаю, я знаю, я знаю, вы поймите, я вам просто объясню. Я вам просто объясню, если их сейчас незаконно задержат, посадят, допустим, в свободе, то в отношении моих сотрудников будет, я вам скажу, очень быстро возбуждено уголовное дело. Будут несены данные в единый реестр судебных расследований. И будет предъявлена педозра. Вот это я вам могу точно гарантировать. Потому что я переживаю за своих сотрудников, переживаю за вас, должен балансировать. Лица у нас будут установлены. На трое суток на ИВС можете отправить. Ну это же, вы поймите, по моему желанию я мог бы каждого задерживать. Я только так, хочу... Где вы их будете потом шукать? Я завтра принесу на флешку. Ну так мы каждый день, кого-то... Ну завтра они будут в Криму, або будут на Донбассе. Такое происходит у нас часто. На флешку вам буду собирать. Мы затрагиваем людей. По мелким кражам. По грабежам. За свой внук абилюсом. Дивите, люди сказали, что... Люди сказали, что... Люди сказали, что они... Багато заяв писали, что им погрожают. Получается, вы не отреагировали на эти заявки. И это уже последствия вашей бездействия. Заявы нам, те, что заявы до нас поступали, те и есть. Скажите, пожалуйста, сколько вы заявок подавали? Я сама штук пять писала. Я подала больше десятилетий заявок. Я одна. Половина соли память. У меня есть все 40 копии, есть все фотографии. А скажите, вы подавали заявки. Вам талончики... Да ничего мы не брали. Ничего не выдавали. Повинны быть талончики. Если полиция уезжает, это когда самозвернение сюда приходит. Я уже и сюда приходила. У меня есть два талончики. Ничего. Я уже написала больше десятилетий заявок с входными номерами. Ничего. Жодный меня не допитал, не спитал. Чому меня попросили? Максимум, 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 что мы сейчас можем. Я сейчас созвонюсь еще раз с прокуратурой. Согласуют они нам на содержание по 208 или нет. Потому что без их содержания... Вы поймите, если мы сейчас применим 208, то завтра утром в отношении этого человека должна быть... В течение суток ему должна быть предъявлена 5,5 материявка. Вот и все. Если прокуратура согласует... Мы не делали с прокуратурой. Но опять же, санкции статьи не предусматривают. Я понимаю, я рад, что у вас есть все. Здесь есть лиц прокуратуры, который также подтверждает, что они вам надеслали... Сейчас я вам покажу, что они надеслали вам уже свернение, чтобы вы какомога швидше разглянули мои прохания на то, что погрожают и на то, что строится незаконное строительство. По незаконному будильниству у нас внесено... Буквально на прошлой неделе прокуратура уже написала... Внесение в реестер – это не решение вопроса. Вносится? У меня внесенный в ЕРДР лежат уже годами тут уже. Прокуратура, города Киева. Вы же, наверное, вернулись, чтобы вы разобрались. Но снова не ответили, не приветили. Або недопрацовывают ваши подлоги, або покрывают. Еще два открытых криминальных проведения. Можно сейчас узнать, что это за криминальные проведения? Вы можете вытяг из ЕРДР взять. Я могу узнать, что это за криминальные проведения. Это прокурорский курс, криминальные проведения, 74. А тут статья 125, 12.04. Это 125. Никита выяснил, что все сахарные гроши были очень особыми. Роман задвился и перейти в улице. Это, наверное, тогда, когда это, наверное, гражданин Енистенко, когда был Ловиков депутат, когда приходили, когда управление патрульной полиции. Я знаю, что там есть. Я не знаю, это по номерам. А как мне узнать? Они пишут вот здесь, что я должна до вас вернуться. А кто это может посмотреть? Как мне узнать, кто у меня следует? Давайте завтра придете, хорошо. Я вас вижу первый раз. Я и вас вижу первый раз. Ну, мы до вас вернулись. Ну, мы до вас вернулись.